Всем огромный привет! Меня зовут Маруся, и сегодня я хочу вам показать свой базовый весенний гардероб. Я так долго здесь сваливаю на YouTube, но почему-то ни разу не снимала видео о своем базовом гардеробе, поэтому решила заполнить этот пробел. Конечно, у всех базовый гардероб свой, он отличается, кардинально отличается. Например, если вы молодая мама, у вас одна одежда, один базовый гардероб. Если вы офисный работник, то у вас свой гардероб. Если же вы стилист, то совершенно другой. Поэтому я вам покажу лишь свой гардероб. Это ни в коем случае не означает, что у вас должен быть точно такой же, но надеюсь, что после просмотра этого видео вы возьмете себе что-то такое интересненькое на заметку. Те, кто за мной следят на Instagram, знают приблизительно мой стиль, знают, что мне нравится. И на данный момент это очень удобная одежда. Это джинсы, футболки, пиджаки, какие-то объемные куди. Поэтому первая, главная моя базовая вещь – это футболка. Я очень люблю футболки в магазине Кост. На мой взгляд и вкус, там самые качественные футболки. Конечно, они не все там идеальные, но, как правило, они все вот именно такого качества, плотных лопок. Но при этом он мягкий и приятный к телу. Покажу вот такую вот футболочку. Она бежевого цвета. Опять же, она из магазина Кост. Но она немножечко такая интересненькая с изюминкой, потому что у нее удлиненный рукав. И сзади она тоже очень интересно выполнена. Я очень надеюсь, что будет все видно на камеру. Если же у вас нет возможности купить футболку в магазине Кост, я очень советую обратить внимание на футболки из магазина Уникло. Они очень хорошего качества. У меня их огромное количество. И белый, и бежевый, и серый, и зеленый. Просто всевозможных цветов. Всегда беру размер либо L, либо XL, чтобы они были такие oversize. И мне намного комфортнее именно в таких свободных футболках. Тем более, это сейчас очень модно. Следующая базовая вещь, которая всегда должна быть в моем гардеробе, это, конечно же, хорошие джинсы. Качественные джинсы, которые идеально будут сидеть на мне. Мои самые любимые на данный момент это джинсы из магазина Levi's. Именно модель, которая называется Mom Jeans. Другие мне почему-то не подходят. Ну, не нравится, как они смотрятся. Именно вот Moms. У меня есть какого-то синего-голубого цвета и также черный. Очень их люблю. Причем брала все разных размеров. Этот у меня 27-й, а черный я брала еще побольше размер. 28-й, по-моему. И они прям очень большие. Но я люблю их затягивать ремнем. И они очень классно смотрятся. Ну, мне нравятся, когда джинсы свободные. Вот эти тоже свободные, но не настолько сильные, как черные. Поэтому я и те, и другие ношу. Они немножечко заужены к концу. Ну, в принципе, как и все Moms Jeans. И талия у них, я бы не сказала, что прям слишком завышенная. Скажем так, правильно завышенная талия. Мне очень нравится, как они смотрятся, как они сидят. И это прям вот моя любовь. Также мне очень нравятся джинсы из магазина Zara. Я вам сегодня покажу одну модель, мою любимую. Это такие популярные джинсы, как они, бананы называются. На самом деле, не знаю, как правильно. Почему я их купила? Потому что мне очень понравился цвет. У меня размер этих джинсов 34. И они все равно какие-то немножечко большеватые в талии. Хотя я обычно беру 36 в магазине Zara. Но вот именно эта модель у меня в размере 34. Не всем они подойдут, потому что они достаточно своеобразные. Не знаю, есть ли на данный момент именно вот в таком цвете. Потому что эти я покупала летом, по-моему, да, в конце лета. Сейчас эта модель у них в постоянной коллекции. Разные там цвета. Я бы еще купила какие-нибудь коричневые, либо бежевые. Надо сходить будет посмотреть. Я просто обожаю комбинезоны. Это моя любовь. Я люблю их носить и летом, из каких-то легких тканей. Также люблю джинсовые комбинезоны. И так получается, что два года подряд я покупаю комбинезон именно в магазине Mango. Не знаю, как так получается. Возможно, они чаще всего их выпускают. И вот недавно, ну, может быть, где-то месяц назад, я себе купила вот такой комбинезон. Такого серого цвета, потертый от джинса. И низ смотрится как мамс джинсы. Они такие широкие, свободные. Этим они мне очень понравились. Поэтому, если вы любите комбинезоны, обязательно зайдите посмотреть их в Mango. Не мерила в других магазинах. Почему-то не находила. Возможно, они есть. Но вот в этом году я купила себе такой серый. В прошлом году покупала из более такой легкой ткани. Синий. Возможно, я выкладывала в Инстаграм. Поэтому я посмотрю и обязательно вставлю фотографии. Следующая вещь, которая обязательно должна быть в моем гардеробе. Она является базовой для меня. Это пиджак. Ну, естественно, там не офисный пиджак, да. А именно такой вот свободный. Для повседневной жизни, для повседневной носки. Я выбираю себе такие более спокойные, нейтральные цвета. Очень блюбежевые, коричневые. У меня из магазина 12 Stories. Я не уверена, что на данный момент у них такой есть пиджак. Но у этого бренда их очень много. Я вообще, в принципе, люблю этот бренд. Он сделан из плотной такой шерсти. Удобно его носить зимой, весной, очень. Пока достаточно прохладно на улице. Я его могу носить и в качестве, там, не знаю, куртки, пальто. Взяла первую попавшуюся, которая сейчас висела у меня в гардеробе. На самом деле, мне не очень удобно снимать для вас это видео, потому что у меня гардероб разделен на две части. То есть, что-то у меня висит в Москве, что-то висит у меня за городом. И поэтому у меня постоянные вещи эмигрируют из загорода в Москву. Его можно носить с поясом, можно без, можно застегнутым, можно расстегнутым. Как вам нравится. Следующая моя любимая вещь, она всегда у меня в базовом гардеробе, это, конечно же, свитер. Я люблю свитера из натуральных тканей. И почему я люблю из натуральных тканей? Потому что, если вы надеваете какую-то синтетику, то вам безумно жарко в нем будет. Ну, невозможно будет находиться в нем целый день. Я пробовала, покупала свитера, которые мне очень нравились, но они были из синтетики. Это было просто мучение находиться в них целый день. Поэтому я предпочитаю либо что-то такое хлопковое, либо кашемировое. Вот я вам покажу вот такой серый свитер. Он сделан из кашемира. Самый мой любимый, наверное. Вот. Он такой тоже свободненький, удобненький. И также я люблю более такие легкие свитера из хлопка. У меня вот такой бежевый. Их много везде. Берите, какой вам нравится. Но это действительно и удобно, и смотрится классно. Также обязательно в базовом гардеробе у меня должен быть какой-то более яркий свитер, чтобы я могла его надеть с каким-то более спокойным низом, более спокойными джинсами. И вот у меня такой яркий синий-голубой свитер, опять же, от 12 Stories с высоким горлом. В нем и тепло, но в то же время и особо как-то и не жарко. Несмотря на то, что я очень люблю джинсы, в моем гардеробе есть также и юбки. И вот покажу вам мою самую любимую. Ее можно носить, между прочим, не только с какими-то там рубашками, но можно и с футболкой, с какими-то грубыми сапогами. Поэтому это меня спасает. С какими-то блузочками я бы точно ее не надела. Это прям вообще не мой стиль. Какие-то белые блузки, рюши. Это не мое. Естественно, у вас может быть совершенно иначе. Если вы меня смотрите достаточно давно, вы, наверное, знаете, что в свое время, может быть, лет 5-6 назад, я очень любила платья, юбки. У меня их было очень много. Я постоянно их покупала, если мало для вас видео. Но сейчас они отошли у меня на самый последний план. У меня их очень мало и очень редко. Я их надеваюсь только летом. И следующее, это будет мой любимый костюм. Как они называются? Костюм-двойка. Ну, наверное, как-то так. Он сделан у меня из шерсти. Здесь пиджак, к нему идет пояс и брюки. У меня очень много цветов. В свое время тоже я их постоянно носила. У меня есть бежевый, серый, вот такой вот синий и, по-моему, еще какой-то в клеточку. У него брюки на резинке, поэтому на любую талию вообще подойдет. У них слегка завышенная талия. Пиджак, опять же, можно носить с пояса, можно без, как вам нравится. Для меня это, правда, какая-то незаменимая вещь, когда надо выглядеть более празднично, более официально. Этот костюм очень спасает. Особенно, когда ты не хочешь надевать на себя платья, юбки. Этот костюм прям будет спасением для вас. Он удобный, комфортный, к тому же стильный и красивый. Что касается обуви, то я предпочитаю кеды и кроссовки. Это самая любимая обувь для меня. Никаких каблуков. Я их никогда не носила. Может быть, парочку раз обувала, там, не знаю, какие-то ботильоны на каблуке. Но я все равно чувствовала себя некомфортно. То есть, это вообще не мое. Поэтому я больше всего люблю кеды. Каких-то таких спокойных тонах. Бежевые, белые, темные я не люблю. Также какие-то грубые ботинки, которые могут подойти и под юбку, и под платье, и под джинсы. Знаете, из разряда Dr. Martens. Ну и, конечно же, я покажу вам свою верхнюю одежду, свою базу. У меня обязательно в гардеробе есть куртка. Это такой более спокойный классический вариант. Она свободная. Также у нее есть капюшон. Подходит эта куртка совершенно под любую одежду. То есть, совершенно под любой мой образ. Этим я ее очень люблю. Ну и, конечно, в гардеробе у меня есть пальто. У меня сейчас здесь на данный момент есть вот такое вот серое пальто. Оно такого халатного типа. Здесь есть пояс. Я, правда, не знаю, где он у меня есть, но где-то есть. Ну и, конечно же, самая любимая моя базовая вещь – это худи, это толстовка. Это самый такой беспроигрышный вариант у меня, когда ты не знаешь, что тебе надеть сегодня. Я надеваю джинсы, толстовку, кроссовки и иду вперед. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, то обязательно пишите об этом в комментариях. Давайте поговорим на тему базового гардероба. Расскажите, что для вас самое главное в гардеробе. Не надо перечитать все. Вот для меня, допустим, самое главное – это джинсы и хорошая базовая футболка. Поэтому давайте продолжим общение в комментариях. И всем пока и до скорой встречи!